В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В летнем лагере на базе Видновской школы номер 10 прошло мероприятие по правилам безопасного поведения на дорогах. Нет! А как я больше не постепнулся? На стадионе Металлург состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. Любого соперника надо уважать и играть с ним так, как мы можем. Продолжается летний сезон гонок на выживание. Кто-то художник, кто-то поэт, а кто-то гонки, бензин крови и так далее. Учебный год позади, но даже во время летних каникул будет не лишним еще раз повторить правила дорожного движения. В детском оздоровительном лагере на базе Видновской школы номер 10 прошло развлекательное и в то же время познавательное мероприятие, в рамках которого сотрудники ГИБДД и учителя в игровой форме напомнили ребятам о безопасном поведении на городских улицах и особенно на проезжей части. На территории Видновской школы номер 10 прошел настоящий праздник безопасности. Проверить свои знания по правилам дорожного движения могли ребята из летнего лагеря «Десяточка». Мы считаем, что всегда лучше предотвратить, рассказать детям о возможных последствиях, чем получить уже непоправимое. В этом году в пришкольном лагере проведут свои каникулы 180 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Советник директора по воспитательной работе Анастасия Калашникова рассказывает, уроки по правилам безопасного поведения на проезжей части входят в обязательную программу познавательных мероприятий. У нас еженедельно проходят акции, связанные с правилами дорожного движения. У нас отряд ЮИТ выходит каждый раз на построение на линейку и рассказывает детям о безопасности на дорогах, сопровождают их по пешеходной дороге, рассказывают о том, как нужно правильно переходить дорогу. Стоит отметить, что ребята на отлично знают, как переходить дорогу и другие важные правила. Когда зеленый свет горит, машины едут, и ты должен стоять на переходе. Не должен переходить, а потом от тебя могут сбить машина. Надо переходить дорогу только через зеленый цвет и по зевре. Главным сюрпризом для мальчишек и девчонок стал автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности». Салон транспортного средства укомплектован мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих мультфильмов. В гости к нам приехал автобус, один единственный в Московской области. В данном автобусе детишкам показывают тематические мультики, показывают, как пристегиваться ремнями безопасности. Ну и вообще рассказывают в целом о правилах поведения на дороге, в автомобилях, на велосипедах, на самокатах. А также автобус наглядно демонстрирует действия ремней безопасности при автомобильной аварии, либо резком торможении. Для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. И вдруг перед нами что-то происходит. Да? Едем хорошо. Не надо! Не надо! Не надо! Нет! Опять лошадь не пристегнулся! Игры на знания дорожных знаков, обучающие квесты. У ребят была возможность примерить защитную экипировку полицейских и почувствовать себя настоящим инспектором ГИБДД в патрульной машине. Большое внимание ребят на праздники привлекли служебные собаки. Кинологи познакомили школьников с ответственной работой четвероногих. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Когда обычному человеку исполняется 50 лет, он начинает задумываться, а так ли он прожил первые свои полвека, анализирует, делает выводы. Героиня нашего следующего сюжета уверена, что юбилей – это ее победа. 5-0 в пользу юмора, жизнелюбия и новых достижений. С таким счетом к своему 50-летию подошла Марина Андрианова. Наш мобильный репортер побывал на ее творческом вечере. Такому числу друзей можно только позавидовать. В зале не было свободного места. На юбилей к Марине Андриановой, которой, разве скажешь, исполнилось недавно 50, пришли люди совершенно разные, но близкие ей по духу и взглядам на жизнь. Вот хотя бы ее коллеги. Комплименты так и сыплются. Но она обожает юмор и шутки, ведь это ее оружие. Поэтому и мы, счастливые оказаться в числе ее друзей, поздравили Марину с изюминкой. Мы знаем, что у нас Мариночка писатель. Но какой писатель? Про заика. Она у нас писатель про заика. Я про заика пишу. Она будет писать теперь вот про этого заика. Она писатель про заика. Юбилей – это, конечно же, награды. И Марина Андрианова, которая долгое время трудится в Центральной библиотеке, получила грамоты от главы городского округа, от Московского областного союза писателей, а также за волонтерскую работу. Все это – оценка ее труда. А на сцене в этот вечер тоже выступали друзья Марины Андриановой. Ансамбль «Иван да Марья», театр «Маска», сольные исполнители и самые дорогие сердцу нашей героини – клуб «Дорога в жизнь» и кружок «Колорит». Пели и танцевали вместе. Два часа пролетели ярко и на одном дыхании, как и обещала виновница творческого торжества. На стадионе «Металлург» состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу 2023 года. Витновские спортсмены встретились с гостями из Краснодарского края командой «Заря». Об итогах игры расскажет Юлия Погасьян. Мотобольный сезон 2023 года в самом разгаре. По результатам предварительного этапа лидирует видновский «Металлург», у которого на днях состоялась очередная домашняя игра с командой «Заря» из станицы Староминской Краснодарского края. В борьбе за первое место любая игра важна, независимо от того, какая команда. Естественно, по рейтингу «Заря» гораздо ниже стоит «Металлург». Но тем не менее, любого соперника надо уважать и играть с ним так, как мы можем. А играли видновчане слаженно. Несмотря на обновленный состав и наличие в нем совсем юных спортсменов, показали хороший результат. На первых минутах счет открыл «Металлург». Мяч в ворота противника загнал капитан команды Иван Крештопа. Его примеру последовала и молодежь. Настроение поднимают. Значит, все неплохо, потенциал огромный в нашей команде, в отличие от других. Потому что действительно ребята растут, ребята все интересные, все думающие. За пять игр в рамках чемпионата России у «Металлурга» ни одного поражения. Этот факт не может не радовать болельщиков, которые в этом году ожидают от любимой команды возвращения домой хрустальной вазы и титула чемпионов. Это мой дебют. Я никогда не видела мотобол. Но желаю удачи. Да, удачи. Победы, белотых медалей, кубков и всего прочего. Из-за этого вытекающего. Желаем нашей команде выиграть все, что можно и нельзя. И дай бог им всего наилучшего. Ну да, там молодые подтягиваются чемпионством чемпионства. Чтобы блин был никомом. Эта игра закончилась со счетом 10-2 в пользу видновчан. Следующий матч «Металлургу» предстоит отыграть снова на домашнем поле. 23 июня в 18.00 встретится с «Кометой» из станицы Кущевской. А после спортсмены отправятся в Краснодарский край на серию выездных игр. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Гасадовская. ВиднетВ. Продолжается летний сезон гонок на выживание. Азартные, зрелищные соревнования прошли в деревне Горки. Наш корреспондент Екатерина Коваленко стала свидетелем этого захватывающего автошоу и пообщалась с гонщиками и чемпионами. Пыль плюс жара, комья, мокрые грязи на трассе, летние заезды в гонках на выживание традиционно считаются более сложными. Но от этого только азартнее. Уже с первых минут моторы взревели, как тигры, а дальше еще интереснее – гоны, дрифт и даже перевороты. Всего в седьмом этапе гонок на выживание приняли участие 12 спортсменов. Алексей Ахметов из Домодедова участвует в соревнованиях уже лет 10, но в этот раз он управлял новым авто, которое на трассе только второй раз. Мощности маловато, с улыбкой признается спортсмен. Предстоит много доработок. Но своим сегодняшним заездом пилот вполне доволен. Летом есть небольшой дискомфорт, когда много пыли, когда трасса высыхает. То есть, в принципе, ездишь как в стене. Иногда не видишь даже свой руль. Но это весело. За что любите гонки на выживание? Ну, это не знаю. Наверное, за что. Наверное, так просто надо родиться. Кто-то художник, кто-то поэт, а кто-то гонки. Бензин в крови и так далее. Не очень удачными гонки оказались для многолетнего фаворита соревнований Антона Рыжикова. Буквально через пару минут после старта болид номер 88 сошел с дистанции. Всему виной коробка передач. Я все, я закончил. Коробка разлетелась в дрободан. А на следующую гонку эту же машину успеете отремонтировать? Ну, я постараюсь. Я постараюсь. Ну, не знаю, я же далеко живу отсюда, поэтому не знаю, как пойдет. Надо железки найти, надо купить, надо привезти, сделать, и потом только на следующий раз ехать. Поэтому не загадываю. С каждым сезоном, даже с каждой гонкой зрителей становится все больше. Люди специально приезжают за яркими эмоциями. Очень много дрифта, много переворотов. Очень круто. За все четыре раза, которые я тут ездил, я такого не видел. А сам гонщиком хочешь стать? Да, очень хочу покататься на питбайке. Мы эмоциями середились на целую неделю. Совет рекомендую всем посетить такой интересный вид спорта. 12 железных монстров сразились в яркой схватке, но победа досталась избранным. Обладателем золота стал Андрей Березкин из Москвы. Призы за второе и третье места у москвича Анатолия Кириллова и видновчанина Дмитрия Черкасова. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова